здравствуйте дорогие друзья вы на канале видео мин вальдемарович и сегодня мы с вами смотрим замечательный каст от игрока с никней ммф рф он играет на смурфе у него на мэй недостаточно большой ммр поэтому он играет периодически на смурфе играть он будет у нас на дазли хочу сказать пару слов про этого игрока он из южной кореи он южнокореец и он за всю свою карьеру доты а насколько я помню он играть 2016 года по 2021 он играл он выиграл 530 примерно тысяч долларов это я хочу вам сказать очень много тем более для южной кореи ребята южная корея это страна где я недавно смотрел видео как раз таки про южную корею изучал по моему 75 процентов молодых людей мечтают уехать из южной кореи там мало у кого есть недвижимость то есть вы спросите почему так много киберспортсменов в южной корее почему так много компьютерных клубов там находится я думаю потому что у них для них это отличная возможность заработать то есть быть ник не быть но это как быть спортсменом но только спортсменом быть может не каждый киберспортсменом так конечно тоже может быть не каждый но все-таки я думаю большего количества людей есть таланты именно к киберспорту особенно в корее особенно учитывая историю киберспорта в корее это первый starcraft как вы хорошо помните в корее всегда был развит ну до выхода второго starcraft хотя и сейчас первый starcraft ремастер до сих пор там активно играют вот так что всегда приятно смотреть за талантливыми людьми которые хорошо играют в нашу замечательную в нашу любимую игру кто-то 2 так хотел стакнуть тут да не получилось но накидывает яд вот неприятно то что через заклик тут не побьешь вот это прям очень плохо мне нравится когда человек заходит в тень тоже нажимать а клик и тогда тогда ты ну как только ты его увидишь ты его тачканешь а тут и не когда тебя вот эти воргины бьют когда они в тебя копе кидают твой герой естественно их будет бить в итоге ты пропустишь удар это будет неприятно так у нас форен дазл играет то на пятерки на пятерки играть может не каждый многие ошибочно полагают то что это скучная позиция и абсолютно неважная но ребята попробуйте поиграть попробуйте поиграть на пятерки принося при этом пользу вы увидите насколько это будет круто а если вы играете на керри либо в миде либо в тройке вы наверняка знаете что такое хорошая пятерка это но если не выигранная игра то как минимум это очень-очень высокий шанс на победу потому что пятерка в игре делает очень много во первых во первых она занимается тем то что без возможности заработать большое количество золота она полезна для игры замедлением ли станом ли каким-то уроном или еще чем-то это конечно первое что мы ждем от пятерки второе это побыть немножко няней для для нашего керри первые какие-то минуты игры это тоже очень важно чтобы человеку прям комфортнее было стоять это тоже очень важно и если мы все это совместим плюс хороший vision как вы знаете ребята на хорошем вижу не драться одно удовольствие правда же если все это совместить то получится хорошая пятерка на ней будет приятно играть с ней самое главное будет приятно играть вот так он вот мне интересно почему музыка боя так долго длится мне это немножко не нравится наверное она должна полностью проиграться поэтом да возможно так и есть тогда зал что вот так он центряк покупает ничего себе и посмотрите как он натычковывает тени к да вот тут это круто было так хорошо так но если честно он будет отводить но одинарный стак отводить вы знаете это как же хорошо его денег обманывает и не дает ему сделать стак да тут как-то дозел что-то не это что-то не может показать результат сум такое ощущение но и неважно янг динн и молодой днк я не знаю что означает этот ник но этот ник у так так чё это а это отвод через дырку в лесу теник и тут не дает ребята надо было снимать и видео про теника наверное потому что он реально талантливый чел чего а он наверное думал то что киданет его к этому он наверняка думал киданет его на вард хотя я не уверен можно ли так делать если честно я на тени играл не раз но он наверное поэтому и посмотрел что там есть так вот двойной стак вот это прямо круто вот это прямо круто и как раз таки он забирает 2 а руны богатства зарабатывает 90 90 золота на каждого человека то есть 450 суммин круто и сейчас он отведет в этот момент войд чувствует себя более-менее комфортненько так золото вроде получил так и верно пришла уже шестом уровне посмотреть давай 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 начиная дамаж да 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 хор хорош как же идет урона убил вот этого пёселя отлично так и тут бегает этот противный чел смотрите как хорошо урон наносит чадо уэйв ну верно не должна его отпускать этого парня да да ну куда ты чё ты не окликаешь друг а все минус камушек мелом маленький камушек да вот тут даже показал вы посмотрите целых пять крипов удастла он второе место по крипам но с конца может и не не сначала но зато с конца хоть в чем-то как говорится 2 да так и верно там начинает уже крошить крипов грамотно вовремя сделанный стак это уже половина победы так подбегает смотрит что тут там бресталбек вроде качается кому мы поможем бресталбеку либо либо все-таки войду но я думаю то что да да надо в центре поможете не получилось забудить бутылку потому что рядом не было никого но поставил сентряк и сентряк видит там вард это очень круто это дополнительное золото и опыт и самое главное минус вижу на противника ммм ой 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 замедло пошло работает замедло нужно через заклик идти ну давай 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 еще тычка еще тычка так и нужно тут забрать вард все вижена нет ничего не видит огненный чувак но несмотря на это огненный чувак подходит вплотную к виверне крест кидается ах как же хорошо ты как же хорошо ты вытворяешь а почему закончилась курса так быстро как-то быстро да закончилась курса обычно намного дольше идет али огненный прям гонится за даст ну ничего удастся еще удастся был фарифайр но если честно не рассчитал наверное урон поэтому этот кабан его прибил да это прям меня расстраивает давайте хотя бы обратим внимание что сейчас увольду увольду ребят все более-менее в порядке у него уже есть птшка все хорошо у зевса зевса собирается в его дискорд и они по и как он как же у него хорошо рефракшен работает разводят на телепорт хорошо ну там пятого уровня вот этот чувачок конечно может быть идет но толку с этого нет дазл приходит оформляет тут дума все правильно делает ну и бресталбек ребята тройка самый толстый танк который есть в команде он уже собирает потихонечку он собирает птшку и потом будет собирать аганим как вы заметили ребят в этом патче все бресталбеки рашат именно аганим и это правильно так играть профитно интересно и можно достигать больших результатов можно побеждать в играх вообще без проблем плюс дается очень много зарядов ультимейта ультимейт у нас дает и скорость и скорость и длительность и бонус урону за эффект ну и на 25 уровне будет плюс 25 к урону за эффект 10 то есть там урон просто бешеный 30 350 400 500 600 урона можно сделать на 25 уровне бресталбеку с руки это очень круто но если честно играя за бресталбека как вы знаете игры заканчиваются даже до 25 уровня бресталбека особенно если бресталбек грамотный ой а вот тут он не забрал почему-то вышку это конечно мне не нравится так ну и давайте вернемся к нашему дазл дазл тут разруливает все как самый главный персонаж ух ты какой же крест и скоро там закончится успеет слушайте вы посмотрите как он захилил возможно он сейчас выиграл игру невозможное сто процентов он выиграл сейчас игру и идет помешать вы посмотрите кстати интересная раскачка два раза первый скилл в один раз крестик в два раза исцеление ну и в ульту в один раз взял сейчас на он либо мне кажется он либо первый скилл прокачает либо третий потому что ну крест будет только дальность а подойти всегда может типа на маленьких уровнях это не так решает давай давай подлечить бы да не успевает подлечить вот это обидно если бы успел подлечить возможно он бы и забрал в чем проблема дазла я знаю ребята что вы когда играете я когда играю часто вижу то что дазл не кидает крест его ругает кстати мог бы стакнуть что не стакал я не знаю что он просто тут бегает мог бы просто стакнуть и войт бы или бресталбэк забрал не знаю я не согласен короче с этим решением когда ребят вы играете часто дазл не кидает какой-то скилл хочется поругать за это человека ругать не надо почему проблема в том то что у дазла очень долгая анимация и вот этот вот крест он кидается очень долго то есть дазл там поднимает палку свою еще что-то все прям очень долгий эффект и поэтому реально нужно хорошо играть долго играть на дазл чтобы вовремя кидать крест я таких умельцев видел вы знаете они что собирают они любят собирать себе поймал поймал опять быстро закончилось может он сам просто выключает да скорее всего он сам просто выключает и все непонятно зачем вроде можно же бить в этом так и вы посмотрите хочет ли там забрать всех присталбек мне вот на это очень интересно посмотреть как он будет забирать стаки вы посмотрите сейчас он 10 уровня и давайте мы включим все таки net wars присталбек 6700 золота сейчас мы посмотрим сколько он вывезет со всего этого зачем дазл подошел я не понимаю как будто бы дазлу нужна экспа я думаю то что он так воровать их спой это идея прям хреновая мне кажется дазл седьмого уровня и бресталбек я не знаю тринадцатого лучше чем дазл девятого уровня и бресталбек там двенадцатого одиннадцатого то есть уровень бресталбека намного круче так брест вот поднимает огромное просто количество золота и у него уже на тринадцатый так почти четырнадцатая минута у него скоро уже будет аганим ребята представьте насколько жестко он может ворваться просто да это жесть и это все благодаря стака так что ребята в этой игре стаки могут прямо зарешать игру байзит человека думает тут вард стоит но тут варда нет он наверное думает сейчас на меня нападут нет никто не нападает и дазл таким образом узнает то что тут варда нет нет все таки напали на него но ничего в этом страшного нет так хороший купол начинают бить но дазл погибает к сожалению но несмотря на дазл у него есть его друг лучший друг бресталбек который будет показывать хороший результат так посмотрите по карте где курица находится внимание у зевса тут у брестла на базе но брест отправляет уже курицу в потайную лавку потому что скоро будет 1200 золота он купит поинт бустер и этот поинт бустер быстро прилетит из лавки ребята пользуйтесь пожалуйста всегда этой фишкой если вам нужно что-то из потайной лавки принести перед этим вы посмотрите там 700 золота есть надо 1200 вы прям отправляете курочку в потайную лавку она вам привезет потому что иначе вы не получите в эту самую секунду как у вас капнуло золото вы не получите нужный артефакт а чтобы вы понимали почему это важно грубо говоря вот представьте бресталбек которого на 16 минуте и агоним и бресталбек у которого на 17 минуте агоним что может быть может быть он нападет на какого-нибудь условного джиггернаута допустим у которого нет еще монты и убьет его этот килл и очень сильно отбросит джиггернаута и как бы вам сказать в доте есть такой как бы закон геометрической прогрессии то есть чем ты становишься богаче тем геометрически прогрессивнее ты становишься богаче и наоборот если тебя один второй раз третий подряд завалили то капец короче ну не скажу то что бывай но будет неприятно ух ты смотри как по спине его просто ударил 119 плюс 255 урона шестнадцатая минута просто брист который брист который сумел да молодец а на двадцать пятом уровне там с руки тычка будет еще больше хотя наверняка брестлбэк возьмет вампиризм способностями но брест это один из немногих ну как не сказать да согласен не сказать то что не из немногих но это брест один из героев которых все таки на тридцатом уровне просто просто жесть просто суперсильно если ему не отключать его третью способность как отключать третью способность ребята нужно собирать прокачанный лотар но это естественно и желательно против брестла брать вайпера вайпер он на самом деле всех ну я не скажу прям всех но он очень большое количество игроков может законтрить героев поэтому не стоит пренебрегать этим героем вайпер просто супер мне например нравится когда в моей команде вайпер я прям чувствую удовольствие вот когда против меня вайпер какой-нибудь снайпер что-то такое замедляющее не у меня сразу настроение портится я бы кстати сказал свой банкул вам пока мы что мы отвлеклись это на дазл давайте посмотрим мы отвлеклись так дазл кстати хорошо уже собирает скоро будет меканзом возможно да а что а какой банкул у меня на первом месте тинкер мне больше всего не нравится тинкер он мне кажется самый опасный персонаж ух ты хорошо забросил подсейвил и возможно даже подлечит но ульту бы дать но не получилось бресталбека конечно забирает смотрите смотрите что да да забрала виверну то есть это 3 на 3 и сейчас так а чё ты стоишь а все понятно там руты давай 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 великолепно он может кстати байбэкнуться и прилететь но наверняка он этого делать не будет потому что ну а чё ты сделаешь виверни и войду который уже 14 уровня хотя 16 уровня эмбир спирит музыка закатай обратно а прикольно говорит необычно так ну и тазл я думаю врывается с вардами чтоб зафиксировать что на рошане происходит уничтожает вижн противника посмотрите на карту сколько вардов есть у первого клана сколько вардов у второго и мы видим то что мы видим то что у первого клана больше низ заваржен у второго клана больше вверх но это кстати необычно как то так а чё видно то а глазами игрока сейчас включится а может уничтожится короче я не знаю даже почему на вот тут видно все это немного странно кстати так но сейчас должно это все пофиксится и посмотрим да все нормально все починилось так а тут же жесткая заруба была и троих человек у первого клана прям забрали но но вот и возмездие подходит начинает бить огромный урон вертига заболевание такое кстати вертига зачем такой ник человек сделал я не знаю но ему наверное прикольно так так но при столбах я думаю может даже так забирать у него кстати вы видите там маленькая надпись блокирование урона с этим полный порядок должны кстати глим будут поражать первый план если да не забыли все нормально все нормально это проверка на носки буквы скажем так раз два какой же там урон хороший плюс 255 сейчас будет сейчас ребята будет еще один уровень и это будет плюс примерно 100 урон если сейчас 255 то будет плюс 355 примерно потому что это и плюс 2 заряда и за каждый заряд больше на 5 единиц урона поэтому приблизительно плюс 355 стычки это было бы круто так посмотрим что тут дазл делает и дазл да да отличный крест надо теперь подлечить этапы было блин линжа люкты не было как же да как же дазл сейвит их а ребята как же ему не пофиг на игру давай 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 первый второй первый второй первый 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 хорош так 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 все хорошо кинул предупреждающий так ребята ребята давай дазл ах вы посмотрите вы посмотрите на это можно кстати было бы поменять местами вижен смысле детекшн но этого не делать так 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 хорошо поглощают урон продолжать давай давай раз на просто видели подошел одну плюшку и так дал я видос видел короче в интернете там типа в америке чувак какой-то должен милиция его раскалывает и там заходит такой короче чувак в труханах накачанный пощечину дает и подсудимый под не подсудимый подозреваемый он короче аж падает со стола и вот войт только что сделал именно так он подошел просто одну тычку палец дал и темп ларка она просто упала так в этот момент там ежик развлекается начали короче зайчиков начали активно кушать зайчики подумали что им надо делать пошли ну собрались пошли короче к филину зайчики пошли к филину говорят привет у нас проблема у нас проблема нас кушают волки нас на шкурсы у нас нас кушают лисы мы умираем что нам делать фильм говорит давайте я буду думать несколько дней приходите через неделю зайцы встречают филины через неделю их еще меньше стали они говорят ну вот нас типа кушают волки лисы типа вот такие вот нас постоянно едят что нам делать потому что ну мы умираем мы как бы вымираем или подумал и говорит ребята зайчики ваша проблема в том то что вы зайчики вы такие мягкие нежные вкусные вас вкусно кушать а вы говорит будьте ежиками вот посмотрите ежики их никто не кушает они колючие и зайцы такие переглянулись и говорят да нам надо стать ежиками это вот я что хотел сказать по поводу бреста но как бы такая причина большая она конечно похожа на сказку про то что лучше быть лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным я понимаю да но в этом тоже смысл какой то есть на самом деле в этом тоже есть так собой посмотрите эффект вроде накладывается да но блин жалко конечно толпой угасит даже льва и бреста бэка тоже загасили но зато несмотря на это будет тем временем отличненько фармин себе кошерно занимался тем чем нужно так ну вот дазл снова здесь наш любимец публики дазл давай друг давай что ты у нас тут делаешь варды ставишь отлично по золоту дазл на последнем месте даже пятерка первого клана имеет целых семь с половиной тысяч золота это именно земс но сколько раз дазл спас своих парней и множество раз поэтому этого не стоит недооценивать такого персонажа как дазл давай давай а подлечи подлечи он и броню снимает он и крест кидает и если соберет шарт скоро то он будет и зверюши превращать врагов там кстати целые 2 секунды действует этот полиморф а кстати какой момент я хотел бы сказать ребята дазл это контракт для террор блэйда потому что террор блэйд делает метаморфозу превращается создает иллюзии можно дазлом просто первую способность кинуть и все все иллюзии погибнут исчезнут потому что полиморф превращение оно уничтожает все иллюзии напрочь поэтому дазла можно пикать как ну такой своеобразный контр пик на на террор блэйда почему я не говорю можно пикать как контр пик на лансера потому что у дазла первая способность на последнем уровне действует максимум на сколько целей на 8 целей у лансера будет больше чем 8 целей вот а иллюзии у террор блэйда будет ну меньше восьми то есть вы даже еще и заденете других членов команды так ну тут драка какая-то жесточайшая прямо идет дазл подходит и вовремя кидают на себя крест да все хорошо просто потянул время то есть грубо говоря в чем задача была дазла огненный чувак бил дазла никому больше не бил и в этот момент команда без подмоги эмбер спирита просто развалилась потому что эмбер спирита не было то есть дазл вытащил сейчас этот бой без проблем ну как бы вот такая простая как бы звучит может быть просто не круто то что ну типа я там впитал урон да может выглядеть незрелищно он стоит стоит ждет кинул на себя второй спелл и все типа просто выжил может быть это так и выглядит но какая разница как оно выглядит если это результативно самое главное это что был результат когда вы на работу кстати устраиваетесь ребят на хэдхантере там лучше всего в этом лучше всего в резюме короче писать типа я нацелен на результат самое главное для меня это результат в компании в которую я работаю я хочу приносить результат вот это слово очень любят люди так пока никакого экшен не происходит я хочу сказать то что я буду сдавать тест на английский язык скорее всего он называется тойк это не тойфл это тойк похожая вещь на тойф одна компания его придумала вроде как и там очень много слов про бизнес вот это вот мне непонятно потому что я работаю в сфере медицины я про бизнес вообще ничего не понимаю практически давай давай ух ты смотри как подлечиться круто получилось здорово ну вот короче что я про бизнес вспомнил то что вот это вот базар вот результат 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 когда все любят поговорить про результат а это оно и есть зачем он крест кидал я кстати не понял может крест должен был подлечить но он даже не качал еще из этого ничего да и таланты особо не подкачивал что-то там ешь прямо это домина доминатор доминирует а так понятно почему потому что у него есть обисал блэйд да именно из-за этого да ребят что то мы с вами начали говорить про английский язык я вспомнил то что надо чуть-чуть к этому тесту готовиться хотя я знал айлс кто знает что такое айлс я получил 5.5 результат без подготовки все таки я надеюсь то что у меня примут мой айлс и не надо будет мне сдавать тоик потому что тоик стоит 100 евро компания оплачивает половину цены то есть я заплачу 50 евро это тоже большие деньги у меня нет возможности вот так по поводу без повода тратить 50 евро да я думаю мало у кого есть возможность тратить деньги просто так так ну чё мы смотрим у первого клана оверфарм в одиннадцать к бристлбэк просто просто нереально жёсткий чел дазл дазл обогнал тимпларку ребят панетворцы я не знаю что там за тимпларка такая но это просто супер интересный фруктик а тимпларка все продала понятно понятно она все продала и и стала у базы вот это вот вот это да это конечно жесть полная и вы ребята представьте это люди играют примерно на 8 на 9 к ммр это о чем говорит о том что чтобы выиграть нужно еще психологически как-то оказывать влияние инфлюенсить с первым кланом ну с противоположным с врагами то есть и насколько я знаю это не запрещено правилами ну в пределах нормы вот например так нельзя делать в шахматах то есть в шахматах есть такое правило то что нельзя сверлить взглядом противника вот а в доте я так думаю нельзя писать ничего ну такого оскорбительного и так далее это тоже будет неспортивным поведением поэтому чтобы хорошо себя чувствовать ну в пабе конечно можно писать что угодно хоть и не следует этого делать но так часто даже на турнирах взяли там кто-то взял слился его команда противников типа видали да такое то есть так можно делать так можно делать да и наверное нужно прежде чем игра закончится хочу сказать в 17-18 убийствах поучаствовал дазл в 19 это больше всего ассистов на карте больше всего ассистов на карте дазл просто просто чумовой реально клевый чувак так дазл сыграл 3-9-19 хочу вам напомнить то что это был игрок 4f который является южнокорейцем сыграл он просто потрясающе я бы хотел уметь играть на дазле точно так же всем большое спасибо за внимание с вами был Вениамин Вальдоварович до новых встреч